Рецепт варенья из шишек. Друзья, видео, как я шишки собирала, есть на моем канале. Вы посмотрите его. Если непонятно, задавайте вопросы. А сегодня я вам расскажу именно рецепт. Очень важным, друзья, является поиск правильной посуды. Должна быть кастрюля обязательно из нержавеющей стали, иначе другие кастрюли вам будет просто не отмыть от смолы. Мы нашли маленькую кастрюлю. Потом мы, конечно, приобрели большую и наварили варенье на всю семью. Для удобства буду вам расчет ввести на 1 килограмм шишек. Первым делом шишки нужно промыть теплой водой очень тщательно. Следующим этапом убираем мы хвостики. Холодной воды необходимо 2 литра на 1 килограмм шишек. Ставим на огонь, доводим до кипения и засекаем 5 минут. Далее, после кипения 5 минут, мы добавляем сахар 2 к 1, то есть на 1 килограмм шишек 2 килограмма сахара. Снова доводим до кипения. Как закипит, засекаем 20 минут, выключаем газ, оставляем остывать наше варенье на сутки. Дорогие друзья, наступил второй день. Мы продолжаем варить наше варенье из шишек. Варенье остывало 24 часа и сейчас мы ставим нашу кастрюлю на газ, доводим варенье до кипения, засекаем ровно 15 минут. Дальше выключаем газ и оставляем снова на остывание на 24 часа до следующего, третьего дня. Дорогие друзья, наступил третий день. Варенье мы поставили на газ, довели его до кипения. Газ мы сейчас убавим. Засекаем ровно 30 минут. Далее мы смотрим на сироп. Он должен немного загустеть и цвет сиропа становится бордовым. Разливать мы будем по баночкам в холодном виде. Друзья, посмотрите, какие красивые цветы. Поставили исключительно, чтобы вы на них полюбовались. Друзья, я рекомендую вам этот рецепт от всей души. Очень-очень вкусное варенье. Это у нас уже наша вторая варка. Первую варку мы уже всю скушали буквально за неделю. А вторую варку мы разольем по баночкам и оставим как витамины на зиму. Всем всего доброго, друзья! Задавайте вопросы, делитесь этим видео, пишите ваши комментарии. А я, Катерина Бочкарева, я была рада рассказать вам рецепт такого полезного и вкусного варенья, оригинального, из шишек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!